Чемпионат Европы 1964 года Красавец Сантьяго Бернабео. Почти 80 тысяч зрителей собрал сегодня на трибунах, дабы лицезреть это действо. Давайте тогда начнем, конечно же, с составов команд. Сперва возьму на себя смелость начать со сборной СССР, с нашей команды. Итак, первый номер на воротах. Лев Яшин. Номер четыре. Эдуард Мудрик. Шестой номер. Виктор Аничкин. Третий. Альберт Шестернев. И второй номер. Виктор Шустиков. Десятый номер. Алексей Корнеев. Пятый. Валерий Воронин. Одиннадцатый. Галимзян Хусаинов. Девятый. Виктор Понедельник. Восьмой. Валентин Иванов. Капитан команды. И седьмой номер. Игорь Численко. Главный тренер нашей сборной. Константин Бесков. Сборная Испании, которая сегодня выступает в роли хозяев не только матча, но и всего турнира. Вышла таким составом на эту встречу. Первый номер. Хосе Анхел Эребар. Ротарь. Третий номер. Перран Альевелья. Капитан команды. Четвертый. Исакео Калиеха. Второй. Фелесиано Ревилья. Пятый номер. Эгнасио Сока. Десятый. Луис Суарес. Восьмой. Хесус Мария Перреда. Шестой. Хосе Бария Фусте. Одиннадцатый номер. Карлос Ла Петра. Девятый. Марселина Мартинес. И седьмой. Амансио Амаро. Главный тренер испанской сборной. Хосе Вилья Лонга. На ваших экранах сейчас как раз испанцы готовятся пробить штрафной удар. У мяча Суарес. Удар выше ворот. От испанцы темный целиком в форме. От наших их можно отличить быстрым таким взглядом, если только по цвету трусов. И вообще форма у испанцев, кто не знает, это красные майки, синие трусы, такие уже уходящие в темные. Почти черного цвета гетеры. В нашей сборной красные майки, красные гетеры, белые трусы. Испанцы с мячом. Ревилья направляет мяч вперед. Девятый номер. Марселина. Но нет. Альберт Шестернев выносит мяч в аут. Пошла атака нашей сборной левым флангом. Малыш Хусаинов рвется вперед. Хотел пройти в штрафную на финте, но неудачен. Тем не менее, угловой удар. Бросают аут наша команда. Борется Воронин. Но не сумел ничего противопоставить защитникам. Уже контратака. Тут спокойно Яшин на выходе. И не рискуя отправляет мяч в аут. Бросает Суарес. Снова Суарес. В район угла штрафной. Нет. Пас. Следующий был не точен. Мяч у Яшина. Но он вводит его рукой аж до центрального круга. Снова испанцы. В атаке не получается у нас пока зацепиться за мяч. Борется Эдуард Мудрик. И показывает, что нарушение правил было в атаке. Яшин пробил этот штрафной. И что такое? Тереться до такого близкого расстояния отразить этот удар. Знаете, у Альберта Шестернева вчера был день рождения. 20 июня исполнился ему 22 года. Поздравляем его с этим событием. Ну, как обидно. Сейчас он так вот не дотянулся. При попытке вынести мяч из своей штрафной. Ну да ладно, проехали. Давайте надеяться на лучшее, что наша команда отыграется. И все пойдет по плану Константина Бескова в итоге. А счет открыт был на седьмой минуте. Неудачная наша атака была. Испанцы переходят в свое наступление. А Мансио. Но нет. Мяч из Шестернева. С центрального круга пас на правый фланг. Вечесленко. И неточная передача. Аут. Будут бросать испанцы. Сделает это Оливелье капитан команды. Бросает на голкипера Иребара. Вводит Иребар мяч. Борьба на втором этаже. Опускается. Снаряд. Снова высоко он поднят. Четвертый номер. Мудрик отпасовывает Яшину. Бросает Лев Яша. Миколепный пас прошел на Хусаинова. И ошибся Иребар. Не такой сложный-то был удар от Хусаинова. Под опорную ногу нырнул этот мяч. И вратарь, конечно же, должен был его брать. Ну, что-то помешало Иребару. Ну, как замечательно. Отыгрались мы. Очень быстро отыгрались. Прошла какая-то минута. И Хусаинов, Галимзян Хусаинов, совместившись с левого фланга в центр, пробил. Нельзя сказать, что сильный. Нельзя сказать, что точно. Но как удачно. 1-1, товарищи. 1-1. Продолжаем. Вот он. Кассианхель Иребар. Виновник пропущенного гола. Снова атакуют испанцы. Ну, перехват. И ошибка. С мячом испанцы. 10-й номер. Суарс боролся. И в итоге нарушены правила нашей команды. Говорят, что было вчера день рождения у Альберта Шестернёва, игрока московского ЦСКА. Конечно же, нельзя не упомянуть, что завтра у Оливелье, у Феррана Оливелье тоже праздник, тоже день рождения. 28 лет завтра исполнится капитану команды Испании, игроку Барселоны. Я думаю, он тоже не прочь сделать себе хороший подарок, выиграв этот матч со своими товарищами. Чего мы ему, конечно же, не желаем. В атаке сборной СССР. Я в сайт. Численко забежал в офсайт. Виктор Понедельник прессингует. Знаете, очень забавная история про Понедельник. Я всегда несколько недоумевал по поводу фамилии. Тут вот недавно наткнулся на статью. Сейчас после этой атаки я расскажу. Вот, со слов про бабушки Виктора Понедельника фамилия произошла. Вследствие некоторого казуса. Вот после отмены крепостного права, когда предки Виктора бежали на Дон, не трезвая, мягко говоря, а прямо пьяный писарь, заполнявший документы в графу фамилии, вписал просто-таки день недели. Вот так вот появилась эта... Фамилия Понедельник у нашего замечательного нападающего, лучшего нападающего СССР 60-го, 61-го, 62-го, 63-го годов. Великолепный игрок. Ждем от него сегодня тоже голов. Вообще, на этом турнире он уже один гол забил. Также голы на счету Валентина Иванова, Валерия Воронина. И вот теперь уже Галимзяна Ксаинова. Молодец, Галимзян. С ничем испанцы. Марселина это был. Сейчас Аман Сио. На дриблинге пытается обвести наших защитников. Неудачно. Вот так вот. Аман Сио, уважаемый, не так-то все просто. Аман Сио по прозвищу Колдун. Игрок Реала. Его это родной стадион. Знаете, сам великий Бернабео приезжал в Лекаруни в бытности, когда Амара Аман Сио играл за депортива, дабы уговорить этого парня присоединиться к его команде. И в итоге вот уговорил. В 62-м году состоялся приезд Сантьяго Бернабео Амаро Амансио. А пока с мячом наша команда. Валентин Иванов. Но нет, перехват. Суарес подкараулил этот пас Иванова. Салон назад. И пошла атака Испанцев. Заброс штрафную площадь. Ну тут Мудрик надежен. Мудрик заменил в составе сломавшего правую ногу Дубинского. Желаем товарищу Дубинскому здоровья. Ну а Мудрику удачной игры сегодня. И вообще в сборной. Испанцы с мячом. Заброс опять в штрафную очередной. И там кроме Яшина нет никого. Наш динамовский вратарь выбивает. Не точно. Его визави и ребар забирает кожаный снаряд в свои руки и начинает быстро атаку с моей команды. Правым флангом идет эта атака ревилья восьмого номера переду. И переда был остановлен с нарушением правил. Долго готовились к пробиции этого штрафного испанца. В итоге и Суарес пробил. Вборолись за верховой мяч нападающий защитником. Мяч оказался у Яшина, который его выбил. И второй раз подряд не точно. И второй раз подряд мяч докатывается до иребара, который опять же начинает на этот раз уже длинным пасом очередной атакой испанцев. Аут. Бросать будет Оливелия. Ждет паса Суарес, не дожидается. Ревилья вперед на Суареса. Там еще поборолся за одной фусты. Удар хотели нанести испанцы, но вот опять Суарес активно, как играет Суарес в центре поля. Неугомонный парень. Валентин Иванов из глубины начинает атаку, подключает Численко. Успел немного Игорь к мячу, но тем не менее добился аута. Ничего не извлекли из этого аута наши ребята. Марселина. На Пиреду был пас, но потеря. Наша сборная пытается быстро контратаковать, нарушение правил на понедельнике. Кратке разыгрывается мяч. Судья едва не сел на шпагат. Кстати, извините, конечно же, я не представил главного арбитра встречи сегодня. Это Артур Холланд из Англии. его... Да, извините, я тут засмотрелся статистику. Я что хотел сказать. Его соотечественники, главного арбитра англичане, конечно же, безобразно выступили на этом турнире. потерпели быстрые неудачи на стадии одной восьмой. Англичане проиграли во Франции 2-5 после ничьей дома и вылетели. И как не удается законодателям и основателям футбола проявить себя на международной арене. Вообще, изначально 32 страны подали заявки о участии в этом чемпионате. Осталось в итоге 29. Как отказались сразу финны и шотландцы, их не совпали сроки проведения их внутреннего первенства с чемпионатом Европы. А немецкий футбольный союз отказался по причине того, что они подготавливались к старту своего грандиозного проекта под названием Бундеслига внутреннего чемпионата Германии. И без квалификационных матчей в 1-8 попали сборные СССР как действующие обладатели Кубка Европы 60-го года мы помним еще Австрия и Люксембург но эти две пожрели. Время недовольных жеребьевка были только греки, которым достались албанцы. У них в этот момент были очень сложные отношения и сейчас сложные отношения. В итоге в прошлом году представители Эллады сняли свою команду с турнира и в 8-ю попали албанцы. В 1-8 наши встретились с итальянцами как мы помним. Были тяжелые матчи. 2-0 мы победили дома и в ничью сыграли на выезде. Этого нам хватило конечно же с запасом чтобы выйти в 1-4. Перед тем как начались вот эти стадии 1-8 турнира был назначен главным тренером Константин Бесков. Его предшественник Гаврил Качалин наш прекрасный специалист был отстранен партийными боссами от руководства сборной за неудовлетворительные выступления нашей команды на чемпионате мира 62-го года. Как мы помним там было поражение на стадии полуфинала хозяевом турнира чилийцем. и как только Константин Бесков сошел так сказать на трон нашей футбольной империи в роли главного тренера мы провели 5 товарищеских матчей одержали 5 побед с общим счетом 21-2 вот так вот. Конечно же после этого сборная СССР считалась одним из главных фаворитов этого турнира наравне с хозяевами испанцев. Далее в одной четвертой финала. Давайте я тогда уж правда небольшим рассказом завершу. пока идет такая обоюда не особо острая борьба завершу рассказ как шли команды к этому финалу. Так вот в одной четвертой нам досталась Швеция. Очень тяжелая игра была в Стокгольме в стадионе Расунда. Закончилась она со счетом 1-1. Но она чем была тяжелая? Она была тяжелой не столько игрой сколько погодой. Было очень вязкое скользкое поле после дождя. И вот так гоняли гоняли мяч в этой грязи команды. На 62-й минуте команда Бескова вышла вперед. Отличился Валентин Иванов. Ну вот за несколько минут до конца Хамрин счет сравнял дарив шведам надежду. А пока что в атаке опять наша команда пробивал Хусаинов. А этот раз мяч прошел после удара Галимзяна мимо ворот. Вот в Москве на центральном стадионе имени Ленина почти при 100 тысячах зрителей команда СССР добилась убедительной победы 3-1 Кстати Хусаинов которого сегодня я упомянул который уже открыл счет за нашу сборную в этом финале там также хорошо играл великолепно подключался по флангам загонял просто своих соперников ну а голы забили понедельник оформил дубль и Воронин ну а за сборную Швеции отличился все тот же Хамрин так мы вышли в финальную стадию розыгрыша чемпионата Европы по футболу ну а финальная стадия состояла полуфинала и финала это я сказал о нашей сборной вкратце тогда один закончились эти игры какой опасный сейчас был удар и Яша забирает мяч вот ну а в одной четвертой финала сборная Испании сошлась с Ирландией здесь уже никаких проблем не испытывала 5-1 2-0 победили подопечные Хосе Вилья Лонги и так попали в полуфинал в основную часть чемпионата Европы по футболу давайте об этом может немного позже а пока что с мячом испанцы Эрредо навес и какой удар опасный выигрывается вверх девятым номером Марселина у наших защитников Яшин вводит мяч с Мудриком сыграли в пас Яшин мяч в руки забрал очередная атака левым флангом у нас захлебнулась мяч ушел в аут Ревильи кидает Иребару Иребар возвращает Ревильи Судья сказал перебросить Не понравилось ему первым варианте брасывания мяча Зажглась свеча на Сантьяго Бернабео Никак не погаснет Мудрик Мудрик проиграл борьбу Амансио не надо так Эдуард И какой момент опасный Распасовка прямо на подходе к штрафной площади Благодело блокирует наши защитники возможный удар испанцев Шрейпиаточками пошла игра Великолепно играет Суарес Он сегодня один из лучших Как глубоко вернулся за мячом Хусаинов Главный арбитр встречи смотрел нарушение правил против Големзиана выливается штрафный удар борется Численко Иванов борется все наши борются снова Численко не в руку ли попал мяч сигнализирует Виктор Понедельник тоже арбитру но нет английский рефери звездок свистеть не хочет во временем испанцы в атаке Амансио в центр Пусте 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 как легко проходит Иванова Конечно незадачи нашего нападающего отнимать мяч нельзя же так давать просто легко себя обходить Надо хоть какую-то борьбу навязывать Уже в центре Хусаинов Как бы в драку сейчас не переросло Столкнулись Суарес по-моему с Валентином Ивановым Саинов Правым флангом испанцы атакуют Уже пошел акцент немного в центр И едва едва опасный опасным пасом не находит мяч переду Так вот все-таки давайте закончим В одной второй финала Испания играла с венграми и только в дополнительное время как мы помним Амансио смог вывести хозяев чемпионата в финал Очень резво начали испанцы просто гоняли своих соперников добрые две трети матча по полю прижали их штрафную чудеса просто творил голкипер Сент-Михай раз за разом выручая венгров и даря им шанс какой-то на то чтобы не проиграть так сказать досрочно и пропускать кучу мячей и в итоге Пене на 84 минуте когда испанцы уже так устали и измотались что не могли бегать подловил на ошибки испанскую оборону и счет сравнял уже казалось что вот сейчас венграды дожмут подопечных Хосе Виллиолонге потому что мы совсем не бегали эти ребята но нет они сами допустили ошибку когда Романсу на 115 минуте заколотил гвоздик в этот венгерский грох у нас же была встреча 17 июня с датчанами очень серьезно настраивал Константин Бесков команду на этот матч хотя все понимали что датчане это по большому счету не самые такие соперники серьезные которых стоит опасаться но дабы не было болезненного отношения на этой стадии турнира действительно не самой сильной сборной наш тренер провел такую работу сказал красивую речь и в итоге игра сложилась весьма легко мы победили 3-0 Воронин в понедельник и Иванов забили эти мячи на ноу-камп проходила эта встреча и датчане ну никакого сопротивления оказать нашей команде не смогли вчера была игра за третье место 3-1 где измотанные венгры только в дополнительные 30 минут смогли одолеть неуступчивых датчан вновь отличился Бене задание отличился Бертельсон сравнив на 82-й минуте счеты переведя игру в овертайм а после дубль Новака на 107-й и 11-й в минуте Новака который насколько я помню ни одной встречи не провел на этом чемпионате это было дебют добыл бронзовые награды для своей команды вот ну давайте сейчас вернемся в Мадрид хватит этих отступлений тем не менее мне кажется надо было упомянуть для тех кто не видел трансляции чемпионата о том как проходила о том сегодняшних соперников на пути к финалу и вот теперь этот финал и счет 1-1 на 7-й минуте открыло счет команда Испании Переда отличился и на 8-й уже наш левый крайний Хусаинов счет сравнял до конца первого тайма около 10 минут и аут бросают испанцы ну неудачно распорядились они мячом сборная СССР теперь готовится ввести мяч из-за боковой линии Боронин 10-й номер Корнеев Мудрик Саинов попытался убежать но надежен защитник Ревиллер с Мудриком связан кстати очень интересный эпизод в детстве он жил в Мтищах там недалеко на обычной одной даче готовились поездки международных Бангли Бесков Малявкин Трофимов и другие игроки ух какой опасный удар но фотокорреспондентов приходится этот мяч а жаль вот и наблюдал за ними молодой Эдуард и подружился с некоторыми игроками они учили его играть в футбол смотрели его достижения за эти дни которые он навыки приобрел и с того момента Эдуард твердо решил стать футболистом вводит мяч перебар на 6 номер Пусте Пусте вдоль фланга своего посылает мяч вдоль левого фланга немного неточен но снова он борется сядь у Яшина Эф Яшин сводит ногой за центральный круг не точно мяч у испанцев и назад сразу посылается в линию атаки восьмого номера Переду этот мяч снова он у Яшина какой на этот раз Арнеев азатана Мудрика Мудрик вперед в поисках Хусаинова но нет нашел он понедельника аут бросают испанцы после забитых двух этих мячей не очень много согласитесь опасных таких моментов ворот обоих команд буквально по одному два их было и те не назовешь не стопроцентными не сверхопасными так обозначение какое-то потенциальное социально возможное взятие ворот не более того причем наша сборная Иванов назад на Воронина Воронин центр Кусаинов выбивают из ног у Кусаинова мяч по-моему опять это было ревилье угловой удар на вес и тут испанцы спокойно голкипер казалось укатывается за лицевую линию но нет пусто немного не точно Воронин тут поборется с двумя испанцами поборолся вот кто выбил мяч в аут да судя по всему Валерий Воронин пытался сделать спасный защитник вот такой удачный по Петро Кусто казалось бы испанцы должны быть более уставшими после такого тяжелого полуфинала но нет пока незаметно что они какие-то вымотанные держат хороший темп игры не дают нашим завладеть инициативой Кусаинов навес боролся Валентин Иванов удар еще один поворотом мимо едва не затоптал корреспондентов и журналистов Асианхель Эребар как ангел через них перепорхнул на крылах своих выбил мяч далеко Шестернев провожает его за лицевую линию Альберт Шестернев в детстве занимался легкой атлетикой даже чемпионом столицы среди юношей в футболе кстати начинал его вратарем благо что закончил я думаю наличие такого вратаря как Лев Яшин не нашлось бы ему место в сборной однозначно очень хорошо пошла у него карьера в ЦСКА Вальберт Шестернев девятировал 17 лет и уже в 21 год стал капитаном Кустиков готовится выполнить стандарт но как-то не очень хорошо у него это получилось 25 летний наш защитник Виктор Шустиков но уже вот он делает опять попытку дальнего паса вдоль боковой линии но мяча не слушается Виктора и уходит за эту самую линию боковую а вот бросили испанцы через центр пошла атака Переда но тут перехватил Шестернев но в борьбе с Численко страдал вот кто-то из испанцев жестко столкнулись идет разобраться с этим инцидентом главный арбитр напомню это Артур Холланд англичанин и пошел дождь мы видим Сантьяго Бернабео как большая грибница все открыли зонтики кто с ними пришел красавец стадион знаете построен он был в 44 году на месте старого стадиона Реала Чемартина назван был изначально Нуэво Чемартин переводится как я думаю вы догадались новый Чемартин в 47 году он был официально открыт матчем Реала против португальского Белленен Сише хозяева выиграли 3-1 и автором первого гола на этом стадионе стал Сабина Беринага первоначальная вместимость была 75 небольших стоячих мест а вот в 54 году был реконструирован количество мест за счет возведения нескольких стоящих трибун смыкающих два амфитеатра в кольцо это количество мест возросло до 125 тысяч а в 57 году на этом стадионе прошел матч Реала против спорт Ресифи и чем он был ознаменован а вот тем что на нем было впервые использовано электрическое освещение вот так вот идет все в ногу со временем в Испании и стадион действительно прекрасен как и сама команда Реал которая играет на нем домашние матчи первенства чемпионата Испании Лев Яшин с угла вратарский вводит мяч Ух ты как сзади атаковали жестко понедельника но арбитр посчитал что все в рамках правил и атака нашей команды левым флангом снова вот понедельник борется Костиков неудачный заброс в штрафную перехватил Кальеха Кальеха тоже не сказать что хорошо сыграл ну и очередная ошибка наших игроков ну что за серия ошибок такая давайте ребята как-нибудь поднажмем и может быть все-таки навяжем свою-то игру пусть они хозяева турнира пусть это их стадион и пусть много игроков Реала в составе но мы в конце концов чемпионы Европы надо показать кто здесь главный кто хозяин на этом празднике жизни я сказал что мы чемпионы Европы но не так много чемпионов Европы с 2010 года в действующем составе всего ничего на самом деле Лев Яшин Виктор Понедельник и Валентин Иванов больше никого нету не осталось от того прекрасного состава какие были игроки какие нападающие Бубукин Месхи Митривели на этом в полузащите что говорить Гавриил Качалин тренер прекрасно мы тогда при тяжелых опять же тоже погодных условиях под дождем обыграли сборную Югославии на парк до Брэнс в Париже 10 июля 60 года но если тогда под дождем у нас получилось может и сегодня подфартит может наша погодка Мудрик пытался начать атаку и вот видно отсутствие диспетчерских качеств ошибка и в результате перехват испанцев которые перезам Мансио пошли но шли-шли да не дошли английский арбитр Артур Холланд дал сигнал на перерыв итак первый тайм окончен перерыв здравствуйте дорогие друзья мы снова встречаемся с вами на тайме уже втором захватывающего противостояния финал чемпионата Европы 64 года Испания СССР счет 1-1 Переды их у Саинов отличились на 7-й и 8-й минутах соответственно и уже в самом дебюте второго тайма наша команда получает право на очень хороший штрафной удар господи ты боже мой Валерий Воронин промахивается мимо мяча как так можно вроде настолько было просто совершить этот удар что даже ваш покорный слуга я думаю скорее всего попал бы поэтому не сильно катящемуся мячу как же промахнулся Валерий Воронин ну да ладно быстро составы команд начнем опять же с нашей команды СССР первый номер Лев Яшин четвертый Эдуард Мудрик шестой Виктор Аничкин третий Альберт Шестернев второй Виктор Шустиков десятый Алексей Корнеев пятый Валерий Воронин одиннадцатый Гелемзян Хусаинов девятый Виктор понедельник восьмой капитан команды Валентин Иванов седьмой Игорь Численко главный тренер сборной СССР Константин Бесков Испания Косе Ангел Ребар который сейчас вынес мяч в поле под первым номером третий Ферран Алиевелия четвертый Исакео Калиеха второй Фелесиано Ребилья пятый Игнасио Сока Игнасио Соса Сока извините десятый Луис Суарес восьмой Хесус Мария Переда Шестой Хосе Мария Фусте Одиннадцатый Карлос Лапетро Девятый Марселина Мартинес Седьмой Амансио Амара Главный тренер команды Хосе Вилья Лонго Главный орбитр встречи англичанин Артур Холланд Все это действие происходит на прекрасном Сантьяго Бернавеу что в Мадриде Испания около 80 тысяч на трибунах небольшой дождь идет но это не мешает нам наблюдать за этим интересным противостоянием по первому тайму нельзя сказать что была сверхзрелищная какая-то игра было много борьбы много ошибок потерь ударов по воротам было не очень много но тем не менее нерф игры чувствуется я надеюсь что в тайме втором наша команда которая является чемпионом Европы по футболу действующим поможет нам утвердиться в том что она сильнейшая на континенте на данном на данном этапе немного наши я надеюсь поднажмут и все-таки доведут этот матч до победы вот мы видим прессинг численко хорошо на перехвате играют наши защитники численко неплохо было задумано понедельник немного не понял Валентина мяч был потерян но тут снова хорошо играет наша оборона но Корнеев казалось упускает мяч в аут но судья решил что испанца больный снаряд покинул нарушались правила сейчас испанским игроком будет пробит шустиков это сделали это был воронь да воронин вот они обыгрались численко снова воронин как же ты промахнулся товарищ воронин численко рвется вперед почти на один на один выход ух принимает на бедро кто-то из защитников но не свистит арбитр показывает что надо вставать надо продолжать играть эх повтор бы сейчас посмотреть этого эпизода вероятно арбитр и прав если был толчок все-таки плечом в плечо по крайней мере только так стоит трактовать решение Артура Холланда но наша команда рвется в атаку Валентин Иванов был остановлен с нарушением правил Алексей Корнеев готовится пробить штрафной удар как-то безобразно безалаберно он исполнил этот стандарт и в итоге вот посмотрите к чему это приводит приводит к быстрой контратаке испанцев как набрали они ход и что будет прострел и Яшин вытаскивает из ближнего угла мяч ух ты великолепную контратаку провели испанцы и Амансио бежит подавать угловой удар оказывает руковой арбитер что не с той точки угловой подается что выкатался мяч за этот сектор угловую отметку удар Яшин провожает мяч рядом значит ничего опасного нет Лев Яшин по прозвищу Черный Паук полковник СССР вооруженных сил член КПСС с 59-го года кстати в начале карьеры играл вратарем также еще и в хоккей с 50-го по 53-й год и даже выиграл Кубок СССР в 53-м и бронзу чемпионата но после стал основным галкипером московского Динамо футбольным галкипером и решил сосредоточиться на одном виде спорта выбрал слава богу футбол а в прошлом году кстати получил золотой мяч как лучший игрок Европы чем мы его и поздравляем говоря о поздравлениях давайте поздравим конечно же Никиту Сергеевича Хрущева которому совсем недавно в связи с 70-летием было присвоено звание Героя Советского Союза вратоварища что тут я заговорился о датах я в первом тайме упоминал именинников скажем так ближайших именинников то что вчера был день рождения у нашего защитника Альберта Шестернева завтра будет у защитника испанцев Оливели день рождения а вот сегодня всячески призываю вас поздравить Александра Трифовича Вардовского сегодня у него день рождения родился он 21 июля 1910 года я думаю все из вас читали Василия Теркина кто нет почитайте пятый номер Воронин забрасывает Иванов в штрафную борьбу два раза выигрывает на втором этаже но ни к чему она не привозит дальний удар какой неплохо неплохо ребята вот так надо бить совсем мало дальних ударов а коли дождик мячик может скользнуть по траве скользнуть по перчаткам полкиперов и как нибудь проскользнуть в ворота поэтому давайте бейте если будет возможность бить сблизи то конечно лучше бейте сблизи оно дик надежнее восьмой номер атакует Переда наш обидчик и как вцепился ногами как клешнями по-моему это Шестернев был я в восторгсе просто от этого отбора который увидел несколькими секундами ранее Воронин выигрывает вверх Валентин Иванов вперед не отцарапывает у него мяч Перебар как глубоко опустился Суарес в позиции защитника сейчас играет и левым флангом пускает Оливели в атаку не дают пройти далеко Оливели прицепиться к нему Численко мертвой хваткой Бульдога и какой опасный момент пенальти ой-ой-ой-ой-ой нет неужели пронесет Пиредо Пиредо упал в штрафной площади и мне показалось что 11-метровый удар должен назначать мистер Холланд Так что же какое решение угловой Ух, ребята, пронесло пронесло Ладно, квит было падение мы помним нашего игрока штрафной испанцев и теперь вот так сказать сочлись кулаками играет Леванч выносит мяч Усте ваут ну что ж мы не можем кинуть аут как следует Лапетро зацепился за мяч тянул просто на себя наших защитников но хорошо притормозили испанцы и отобрали наши ребята мяч пошла атака центром как же так у Саинов теперь ошибается нельзя же так терять мячи и вообще уважаемый Калимзян что ж ты пришел не на свой фланг у тебя замечательно получается играть на левом неужели это от Константина Бескова такое получил он задание в перерыве опять опасная какая атака испанцев Константин Бесков тренировал торпеда ФШМ СК до того как стал тренером СССР 62-63 годы исполнял обязанности главного редактора спортивных программ на центральном телевидении там о своей манере как говорилось в одном из интервью Константин Бесков говорил следующее сейчас после этой атаки я вам расскажу так вот цитата в первую очередь меня волнует понимание игры если можно так сказать глубина чувства к футболу важна голова а не габариты вот такие слова говорил Константин Иванович Бесков одному из корреспондентов так резюмируя свои тренерские требования к игрокам ух как через себя выбивается мяч здорово эффектно но прямо на Шустикова спасибо испанцам так и выбивайте ну а говоря о тренере испанцев сейчас я скажу конечно о нем ух какой опасный удар и ребар вытаскивает этот мяч вот такие удары да они скользящие стелящиеся и могут привести к голу ну хотя бы как первый гол который забил Хусаинов первый гол нашей сборной не сильный удар даже корявый немного да но привел к взятию ворот так что можно рассчитывать на такие удары навес удар перебар так вот Хосе Вилье Лонго вообще он не был профессиональным футболистом был офицером в армии Франко после отставки неожиданно был назначен на должность главного тренера мадридского Реала просто он был знаком вот с Сантьяго Бернабео лично и пригласил Сантьяго своего товарища на роль тренера по большому счету тогда в Реале и не требовался какой-то специалист такой который должен был строить команду какой проход замечательный вытина Иванова нужно было просто не испортить то что уже есть команда была играющая знала уже что надо как надо и зачем надо и в итоге Вилье Лонго нормально влился в систему Реала и знаете стал вообще самым молодым тренером который выиграл Кубок Европейских Чемпионов в 1956 году это случилось и на тот момент Косе Вилья Лонге было 36 лет 184 дня вот такая вот интересная статистика а далее он тренировал Атлетика с 1959 года тренировал успешно в 1961 году заняли второе место в Испании в 1962 году выиграли Кубок обладателей Кубков ну и после этого успеха был приглашен Федерацией футбола Испании на должность главного тренера национальной сборы Аман все атаковал и Кустиков сегодня во втором тайме просто прекрасно через его план практически ничего не проходит а если что подстрахует либо Шестернев либо вот как сейчас страховал Аничкин и вот пошла наша атака Мудрик что сделал Эдуард Мудрик ай-яй-яй Воронин возвращается Мудрик в Ворону мы видим восьмой номер Валентин Иванов ух как косой едва не скосил Валерий Воронин соперника так и лежит Луис Суарес все-таки Валера ему видать сильно зарядит Луис Суарес игрок итальянского интернационали кстати первый испанский футболист который выступал за итальянский клуб и до этого играл в Барселоне стал с ней чемпионом Испании в 59-60 году и в 63-м году уже с Интером стал чемпионом Италии обладатель золотого мяча 60-го года и серебряного мяча 61-го вот такой вот он Луис Суарес вот он в атаке потери испанцев что ж такое-то ой как опасно удар Марселина наносил этот удар ну как хорошо Аничкин по-моему на этот раз под кат бросился 22-летний Виктор Аничкин игрок московского Динамо Устиков выносит удар дальний запутался мяч в ногах пух пронесло испанцы завладели мячом через линию обороны да через Оливиэлью с каким сердцем будет завтра праздновать Ферран Оливиэлью свой день рождения с легким или с тяжелым вот оно как интересно как выпало ему играть в финал-то накануне своего праздника две десятки сошлись в воздухе Суареса Корнеев Корнеев выиграл но тем не менее мячом завладел Альеха и тут хорошо его приняли как учили штрафной удар испанцы Аничкин выносит мяч болельщики любя прозвали Виктора Аничкина Анютой с большой теплотой к нему относятся динамовские болельщики этот игрок прекрасно координирован прыгуч пластичен берет соперника не силой знаете входит так в контакт опутывает его как будто как осьминог изымает мяч из ног что тот просто не успевает ополниться отлично играет головой великолепный подкат первый пас хороший замечательная игрок дай бог ему хорошего будущего молодой еще парень 22 года провел все два матча в основной части чемпионата Европы голов не забил да ну может и не его это дело а пока что Длев Иванович бывший дублер Алексея Хомича именно так он начинал в Динамо 49 года за этот клуб играет наш прославленный вратарь вот это обтака у испанцев что же будет ух я прям просто замер остановилось дыхание кто это успел неужели это Хусаинов примчался а знаете похоже судья-то остановил встречу этот укол испанцев все равно бы ни к чему не привел но тем не менее если это был Хусаинов то он просто конечно же великолепен примчаться такое расстояние проделать и разрядить остановку в штрафной площади вот задам я вам загадку на минуту после этой подачи по Петре опасный удар на мимо ворот так вот что все-таки связывает международных играх сборная Испании и нашу сборную СССР и третью сборную сборную Англии вот такой небольшой вопрос буквально на минутку через минуту дам ответ а вы подумайте Воронин выцарапал мяч но подхватил его Лапетра Лапетра с мячом ух ты как стелется третий номер Шестернев в подкате великолепный и снова он с мячом начинает атаку команды Хусаинов все чаще смещается в центр Калимзян Хусаинов никто иной а сам Старостин говорил Хусаинов которого он пригласил лично в Спартак в 60-м году мало золотник да дорог 164 сантиметра рост у этого парня какой он техничный быстрый и юркий вводит мяч Мудрик седьмой номер теперь наверное ведет мяч Касленко вместился вот на фланг Хусаинова меняются иногда местами наши игроки Валентин Ванов мяч теряет показывает неправильно вели мяч игроки сборной СССР перебрасывают испанцы их атака пошла да да мы видим обменялись флангами Численко с Хусаинов Хусаинов вот сейчас обосновался на правой на правом крыле атаки Валентин Иванов не получает мяч ревилья выносят его из опасной из зоны так вот время прошло моя загадка еще раз напомню что связывает три сборной Англии СССР и Испанию так вот ответ именно Англия была главным обидчиком сборной как СССР так и Испании в плане установления для двух сборных играющих сегодня в финале международного антирекорда самое крупное поражение потерпела Испания в матче с англичанами 7-1 это поражение было зафиксировано в Лондоне 9 декабря 31-го года ну а наша команда проиграла родоначальникам футбола 5-0 также в Лондоне 22 октября 58-го совсем недавно вот такие вот они англичане но как я уже говорил на этом турнире они сыграли безобразно были выбиты французами ничего не добились ну а коли я сказал про французов скажу что в 1-4 финале финала французы дважды были обыграны венгерской сборной вот так вот атака нашей команды численко вот он уже на своем фланге но воронин через центр находит валентина иванова численко смещается в центр пас в район 11-метровой отметки и не успевает туда до Виктор понедельник корнеев не может навязать борьбу кому-то из испанцев но тем не менее потерян мяча испанцами воронин пытался начать наше наступление тоже мяч потерял очень много в этой игре в сегодняшнем финале такой борьбы этих ошибок обоюдных неточностей и нарушений правил достаточно если честно я ожидал более яркого конечно же футбола может быть и поле тому виной погода напомню идет дождь в Мадриде но тем не менее хотелось бы конечно более яркой игры ну и знаете конечно пускай испанцы играют как играют от нашей команды хотелось бы игры поярче очень мало моментов в ворот Хосе и Рибара очень мало вот это был финт красивый восьмой номер Переда атака Хусаинов кстати Хусаинов офсайд да Хусаинов забил сто семидесятый матч на этом турнире 54 этого турнира противостояние с учетом отборочных игр в среднем примерно три мяча за игру команда проводили и девятый мяч девятый мяч это в основной части турнира статистика сохранилась тоже примерно три мяча за игру вообще лучший бомбардир я думаю его никто не опередит это Оле Матсон из Дании 11 мячей а средняя посещаемость на стадионах на стадионах европы на стадионах и чемпионат заговорился совсем средняя посещаемость 52 тысячи за игру на финальных играх чемпионата европы всего 208 тысяч примерно посетили с учетом этого матча уже испанцы в атаке нет так просто не пройдешь нашу оборону ух ты утолкаться не дураки наши враги Корнеев на Хусаинова Хусаинов набирает скорость но хорошо против него играет подкате по-моему Фустро Суарес навязывает борьбу Корнееву Корнеев назад Мудрик вперед Хусаинова Хусаинов в борьбе с Ревилией но нет не пошел на него отдал Валентину Иванову снова Валентин Иванов пасует на Виктора Понедельника Валентин Иванов на Понедельника будет удар нет это пас удар почти состоялся от Хусаинова поскользнулся Галимзян как жаль-то а играть-то остается совсем немного почти 15 минут или около того А Петро пробил своему голкиперу и Ребар готовится вести мяч в игру хороший какой дальний удар чуть ли не до нашей штрафной долетел мяч ну что ребята давайте 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 немножечко еще осталось давайте поднажмем сейчас вот надо как раз свои ресурсы все задействовать дабы дожать что дожать дабы нажать на испанскую команду нельзя сказать что с чем-то преимуществом проходит игра хотя если честно мне кажется у ворот нашего заслуженного вратаря Рива Ивановича Яшина моментов было побольше да 15 минут осталось верно на моих часах сходятся они с часами наших режиссеров угловой удар отлично Яшин по-моему кончиками пальцев дотягивается таки до мяча удар еще один и снова Яшин на высоте в прямом и переносном смысле очередной угловой который уже по счету ух ты сухого листа хотели Льву Ивановичу закинуть ну вот это наглецы это кто такой подавал угловой что там случилось очередной раз две десятки сошлись Корнеев и Суарес очень часто они сегодня вступают между собой в единоборство и видимо что-то там произошло такое но ничего страшного нарушения зафиксировано не было и свободный спорный мяч означает арбитр что-то показывает Численко не согласен он с Артуром Холландом но тем не менее встреча уже продолжена и Аман все рвется по правому флангу против Мудрико он третий номер Стернев и снимает Аничкин с головы соперника этот мяч нарушение правил очередное да очень много фолов очень много навес неточен вот он обиженный Алексеем Корнеевым Луис Суарес начинал эту атаку но ничем она не завершилась для испанцев Аут будет бросать Эдуард Мудрик наша команда в атаке дальний заброс на Численко не очень заметен сегодня Численко самый активный из нападающих наверное Валентин Иванов ну и конечно же Галимзиан Хусаинов от Виктора Понедельника и от Игоря Численко мы ждем большего и всем спокойно показывает капитан Оливейля испанцев и испанцев в атаке и Ребар мяч ни в чем не уступает он яшно в этом компоненте выход один на один и что же удар гол черт возьми это гол как же так можно было упустить господи Передо ух вот это нас в очередной раз пронесло скажу я вам судья не засчитывает этот мяч да второй раз уже главный арбитр встречи нас немного прощает Артур Колланд спасибо тебе сэнкиу так сказать мэри мач похоже он назначит пенальти в ворота Яшина и сейчас смотрел нарушение правил когда производилось взятие ворот уже автором одного из мячей в сегодняшней встрече Десусом Мария Переда ну что ж такие подарки можно сказать судьбы надо наказывать испанцев конечно нельзя сказать что это подарок судьбы да если все таки это все было по правилам но тем не менее мы же знаем как арбитры зачастую благоволят хозяевам турнира хозяевам поля и поэтому можно было ждать что не встанет на нашу сторону в данной ситуации арбитр но нет он беспристрастен он молодец просто молодец аут испанцы бросают бросил на семерку амансио снова фусто в район на границу штрафной площади мяч спал спал знаете шло к этому не хотелось это говорить но вот эти моменты один за одним нанес марселина претензий больших к льву яшину нет 2-1 мы проигрываем дорогие друзья мы проигрываем за 6 минут до конца встречи 84 минута сами отдали инициативу сами вот в последние 20 даже 30 минут практически весь второй тайм с некоторым преимуществом играет сборная Испании а последние минут 10 так вообще да были у нас моменты мы огрызались но как-то больно без зуба а испанцы они особо и не огрызались и тоже была беззубочна было вот это давление два момента о которых я упоминал когда счет мог быть уже открыт не открыт а удвоен испанцами и вот все-таки количество переросло в качество ну что есть ребята 5 минут 5 минут за это время многое что решалось и мы забивали на последних минутах на этом чемпионате Европы датчанам мы на 88 забили забили шведам правда на 83 но все равно же забили давайте немного скажем прямо поднатужимся а ну для болельщиков а пока что не торопится ввести мяч в игру испанцы теперь-то они точно никуда спешить не будут по Петро по Фусте на правый фланг недельник почти выцарапал этот мяч да не доцарапал тох может не надо было ногти стричь перед игрой может быть и выцарапали ну нет смотрите показали что против Виктора были нарушены правила да его приняли на корпус два испанца но иногда в таких моментах сегодня мастер Холланд дает бороться левым флангом пошла испанская атака так разогнался по-моему Афпереда не устоял на ногах Лев Яшин ну быстрее Лева быстрее ну кричит на своих тоже никто не открывается что ли там давайте давайте вперед недельник опять теряет мяч опять против него нарушают правила ну ладно хоть так может шаг за шагом да подойдем штрафной на вес борьбу выигрываем скидка еще одна что ж как долго обрабатывал Валентин Иванов этот мяч ну ладно угловой ну быстрее 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 Горимзен что ж мы не спешим то остается играть минуты две три на вес и нет по-моему нарушение правил фиксирует дарь дорогие друзья товарищи все идет к тому что сборная СССР не сможет отстоять свой титул титул чемпиона Европы совершенно не торопятся испанцы вот каким хитростям прибегают катают поперек поля мяч смотрите ну это уже наглость просто да это просто откровенная затяжка времени ну их можно понять кто бы стал судить нашу команду в такой же ситуации правым флангом атакует Испания нет наши перехватывают мяч ну что одна из последних может атак вперед вперед левым флангом пошла атака и Валентин Иванов и корень ой Численко не дотягивается до этого мяча что будет угловой да угловой удар таки Игорь Численко бежит дабы подать этот стандарт подача выигрываем вверх выше ворот удар от ворот выше ворот удар от ворот СССР от ворот поворот видать вот такая ситуация сегодня все таки а хочется верить конечно но посмотрите играть остается уже считанные секунды наверное опять будет тянуть время перебар нет на этот раз не очень удачно выбивает может воспользоваться этим аут быстрее бросаем быстрее Кустиков где-то дорогой быстро бросил ладно еще один аут хоть и не точно но шустрее еще раз говорю шустрее Воронин вперед вперед беги беги Численко беги Игорь нет очень грамотно играет оборона испанцев спокойно невозмутимо без нервов и аут уже бросают наши сегодня сады его не поделаешь но мы проиграли в финале не смогли мы отстоять наш титул титул чемпионов Европы и отдаем кубок золотые медали нашим сегодняшним соперником сборной Испании очень жаль но честно говоря по игре особенно во втором тайме к этому все и шло мы смотрим награждение вручение капитан команды четвертый Исаакио Калиеха второй Филисиана Ревилья пятый Игнасио Сока десятый Луис Суарес восьмой Хесус Мария Переда шестой Хосе Мария Фусте одиннадцатый Карлос Ла Петра девятый Марселина Мартинес седьмой номер Аман Сиомара и их главный тренер Хосе Вилья Лонго поздравляем испанцев но я надеюсь что уже на ближайшем чемпионате мира 56 года наша сборная покажет лучший результат напомню отличились сегодня за испанцев Передой Марселина на седьмой 84 минутах и Усаинов на восьмой минуте ну а я буду